Продажа железобетонных изделий, плиты, перекрытия, перемычки, блоки, сваи, колодезные кольца, лестничные марши, бетон и многое другое. Производственно-строительный комплекс «Перспектива». 30-летний опыт высококачественных железобетонных изделий для гражданского и промышленного строительства. Телефон 306060. Узмущены повышением цены, изменением всех маршрутов, да и вообще недостатком информации. Кировчане высказывают недовольство грядущей реформой общественного транспорта в городе Кирове. Тем временем появляются все новые подробности, например, о том, где именно будут располагаться так называемые пересадочные узлы для пассажиров, или о том, что скоро без хотя бы одной пересадки будет не обойтись, а еще о том, что планируется поменять и все номера автобусов и троллейбусов, а ведь возникнет путаница. Сегодня в распоряжении редакции все-таки появились кое-какие достоверные подробности грядущей реформы. Все подробности в сюжете. Слухи о повышении цены на проезд в общественном транспорте до 54 рублей кировчане уже вовсе обсуждают на остановках. Конечно, много, надо меньше делать, наоборот. Ну, не знаю, будем реже ездить в Толюш. Это ни к чему не должно привести к хорошему. Мне кажется, это просто уже местные власти опять в карман все будут вложить деньги. Слухи о массовых изменениях маршрутов и сокращении автобусов обсуждают с теми же эмоциями. Сейчас невозможно уехать, тогда еще хуже будет, да, идиотизм. Попытки найти хотя бы малейшую достоверную информацию в эпицентре городских чиновников пока ничем не заканчиваются. В пресс-службе уверены, комментировать нечего. Повод появится 29 августа, когда проект изменений уже будут утверждать депутаты Гурдумы. И ничего, что у пассажиров тоже есть мнение, которое после 29 августа станет никому не нужно. Один из постоянных участников совещания о грядущей транспортной реформе и сам не понимает, кому от изменений станет легче. Пассажиропоток не вывезут то количество автобусов, что они предлагают. Они предлагают оставить 380 единиц в городе. Сейчас их 520 для сравнения. Я понимаю, что не сделать в условиях нашего города ничего подобного. Если даже Гурдума это утвердит, когда будет презентация для народа, народ просто съест эту администрацию, я больше чем уверен. Кроме того, цена вопроса 54 рубля за одну поездку, даже с учетом права на одну бесплатную пересадку, несправедливо много для кировского общественного транспорта, уверен Денис Пырлок. А ведь цифру он взял, говорит, не с потолка, сказали в Центральной диспетчерской службе города Кирова все-таки официальный орган. Впрочем, другой постоянный участник совещания Анатолий Курбатов обладает другой информацией, по крайней мере будет голосовать за сохранение нынешней суммы в 22 рубля за один проезд. Ведь изменения, по его сведениям, почти вдвое должны сократить затраты перевозчиков. Очень сильно снижаются затраты перевозчиков, при этом остается тот же самый пассажиропоток, как минимум. И, соответственно, вот это снижение расходов, оно компенсирует и повышение цены на бензин, цены на запчасти. Поэтому я на рабочей группе буду голосовать и высказывать свое мнение. Я уже высказал, что повышение цены вообще не целесообразно. Многие маршруты, там сейчас едут по 27-28 километров, они будут ездить 13-14 километров. И, соответственно, за счет того, что километраж пробег уменьшается, часто автобусов, даже при том, что количество автобусов на этом маршруте остается прежним, они будут ходить не 15-20 минут, а 5-7. Соответственно, людям это удобно. По счастливому совпадению сегодня в распоряжении нашей редакции оказался и сам документ, над которым усердно работали рязанские и московские специалисты. Анонимный источник рассказал, что Киров действительно и в торопях пытается перейти на новый принцип работы общественного транспорта. Концепция простая. Жителей отдаленных от центра районов до этого самого центра и обратно хотят доставлять исключительно автобусами. А в географическом центре Кирова создается почти кольцевая система движения, которая состоит преимущественно из троллейбусов. Пассажиры действительно будут вынуждены делать пересадку, чтобы добраться от Коминтерна, например, до юга-запада. Связать кольцевое движение общественного транспорта в центре с подвозным будут призваны определенные пересадочные узлы. Где точно они расположатся, еще думают специалисты. Но факт в том, что проект изменений будет принят до конца года. Практику бесплатных пересадок инициаторы планируют запустить уже осенью, а основную часть реформ в июле следующего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова